На минувшей неделе в Подмосковье проходил открытый фестиваль региональных телекомпаний «Братина». Конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы, культурно-развлекательная программа «Скучать было некогда». В этом году за победу боролись телекомпании из разных регионов России, Белоруссии, Болгарии, Сербии, в том числе и наш телеканал. О том, как проходил фестиваль и кто завоевал престижные «Братинские чаши», расскажет наш корреспондент Татьяна Акимова. Режина, равняйся! Россия, Беларусь, Хорватия, Сербия, Болгария, Объединенные Арабские Эмираты. Открытый телефестиваль, давно перешагнувший границы Московской области, собрал в этом году около 50 телекомпаний-участниц. Я первый раз на «Братине», и мне очень интересно, что это за фестиваль, потому что многие коллеги рассказывали. Для меня «Братина» — это возможность пообщаться с коллегами, пообщаться с журналистами, с операторами, поделиться мастерством, узнать что-то новое, открыть что-то новое, рассказать что-то новое, что-то, может быть, кто-то не знает, и у меня есть опыт в этом плане. Также «Братина» — это возможность узнать, выросли я за год или нет. Традиционно фестиваль проходил на родине «Братине» в Сергиевом посаде. Для гостей и участников организаторы подготовили интересную культурно-развлекательную программу. В первый день фестиваля журналисты прошли по тропе преподобного Сергия Радонежского, окунувшись в атмосферу XIV века. Посетили церковь, ближе познакомились с историей этой местности. История связана с той дорогой, которой ходил преподобный Сергий Радонежский, для того, чтобы найти то уединённое для себя место на горе Маковец. Но главное для братинцев — конкурсы профессионального мастерства. Самый интересный — телерепортаж с колёс. Второй фестивальный день журналисты сновали по Сергиеву посаду в поисках тем сюжетов. Каждый житель города мог попасть в объектив видеокамеры и стать героем репортажа. Отдельные испытания ждали монтажёров, операторов и ведущих. Если первые два конкурса прошли незаметно для гостей фестиваля, то последний собрал немало зрителей. После проведения каждого конкурса обязательный так называемый разбор полётов, где профессионалы журналистики, модераторы конкурсов разъясняли участникам их ошибки и давали ценные советы. Вот такие вот обсуждения, когда разбор полётов, каждого плана, каждые мелочи. Потому что в нашем деле мелочи очень сильно играют. На мой взгляд, это самое главное. Фестивальное время пролетело быстро. Последний день 18-й Братины — фестиваль, который дал каждому из нас главное. Для меня Братины — это особая атмосфера. Я очень люблю этот фестиваль, потому что здесь не существует никаких договорённостей. Здесь работает идея. Может быть, ты не совсем правильно всё снимешь, но вот идея — это главное. В этом году особенно я почувствовал, что средства массовой информации стали более значимы для нашей страны. Даже, например, Украина. Теперь каждый понимает, насколько это важно и значит, насколько мы должны быть ответственны перед тем, что мы скажем. За каждое слово, за каждую мысль. Немножко грустно, потому что мы встретили и старых знакомых, и с новыми людьми познакомились. Очень много общения было, но жизнь продолжается, на этом не останавливается. Через год мы снова встретимся, поэтому всё замечательно. Самый волнительный и долгожданный момент — награждение победителей в шести основных номинациях. Чаши Братина получили журналистские коллективы телекомпании «Каширы», «Раменского», «Ступина», «Орла» и сербского города Новий сад. В номинации «Рекламный ролик» лучшими оказались работы нашего телеканала. «Рекламный ролик» «Рекламный ролик» Субтитры создавал DimaTorzok 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 За сложные награды получили победители конкурсов «Вы в эфире», «Объектив», «Нелинейка» и «Телерепортаж с колёс». Гран-при губернатора Московской области за лучшую творческую работу вручили телеканалу «Первый Матищенский». 18-й открытый фестиваль телекомпании Московской области завершился. Но самое главное, что частичка Братиной останется в душе и сердце каждого из нас. Татьяна Акимова, Александр Ильин, Видное ТВ.